На что уделить больше внимания, где их ждет успех? Ни на что не обращайте внимания. Обращайте внимание на доброту, которую вы проявляете по отношению к детям. Восхищайтесь тем, что у них получается. И вы увидите, дети выберут сами. Не вмешивайтесь и не направляйте их. Пусть их судьба развивается самостоятельно. Очень часто мы настолько делаем людей несчастными. Допустим, Гелель, вспомните его интервью, которую он давал в американском видео. Это знаменитый пианист. Где он говорил, а вы знаете, что у меня не было детства. И я очень об этом сожалею. Кислин, допустим, Евгений. Такая же ситуация. То есть детства не было. Было все время фортепиано. Были все время концерты. Знаете, как много есть таких детей, которые стали мега знаменитыми. Но они потом ненавидят. Они потом ненавидят родителей. Ненавидят свою работу. Ненавидят все. Искусство ненавидят. Но зато играют идеально, правильно. Это можно сказать уже чистилище. Знаете. Нет, нет. Пусть они выберут сами. Пусть у них будет детство с конфетами. Пусть у них будет детство, где они будут играть в игровые приставки. Или сидеть в телефонах. Пусть у них будет детство. Что от нас зависит? Любить их. Заставлять их немножечко ухаживать за собой. Читать книжки. Заниматься спортом. Развивать их потенциал. Но вам не кажется, что направляя ребенка и заставляя ребенка что-то делать, максимально заставляя его что-то делать маниакально, вы немножечко нечестны с ним. Почему? Дело в том, что такой ребенок или вы хотите, чтобы этот ребенок начал в дальнейшем состоялся и стал богатым, начал зарабатывать деньги. Для чего? Чтобы вам помогать, чтобы вас содержать и так далее. А это нечестно. Пусть развивается. У меня так было со старшим сыном. Долго старший сын ничего не делал, ничего не хотел. Был таким, знаете. Я говорил все время. Ничего страшного. Время придет. Мы не будем никак изменять свое отношение. Мы его любим. Мы его восхищаемся. Мы понимаем, кто он. Понимаем характер. Всякое бывает. И вы знаете, не изменяя его характер, он состоялся. То есть он сейчас зарабатывает деньги, нашел в чем себя применить. Это было и для меня удивительным. Сейчас у него получается. Зарабатывает достаточно большие деньги уже. И это, конечно, очень... А что можно делать? Можно было заклевывать, заплевывать, заставлять. А ну иди, работай, психовать, беситься и так далее. Нет, это неправильный путь. Надо давать человеку возможности. Спасибо.